Семинары предполагают видео формат. Можно что-нибудь сказать для тех, кто начинает. Может быть, что-нибудь новенькое удастся вспомнить и проговорить. И поскольку взрослый человек берется за кисти, у него иногда даже нет никакого, бывает даже, что никакого опыта в детстве в рисовании, то ему нужно как-то сориентироваться в пространстве для того, чтобы как-то этот творческий процесс, творческий процесс именно обучения, не самого письма конкретной картины, а творческий процесс обучения превратить в результативный, умный и быстренько-быстренько добиться тех минимальных результатов, которые необходимы, чтобы вести красивую, интересную жизнь художника. Чего я всем вам желаю, поскольку это действительно очень интересная жизнь. Вы, наверное, много видели людей, которые бросили бизнес или еще что-нибудь ради живописи, и, наверное, не видели ни одного художника, который бросил бы кисти, и даже зарабатывая на свои картины безумные деньги, бросил бы кисти и занялся бы бизнесом, например, да? Или еще в бухгалтерию пошел бы. Есть такие, может, извращенцы? А поэтому жизнь художника — это такой был вид извращения, который можно было в книгах написать. А поскольку жизнь художника очень интересная, то ее и нужно усвоить. Не превратить живопись в каторгу для себя. Вот захотел она учиться живописи, захотел. А в итоге смотришь, какая гора перед тобой. И руки опустились, все это ушло в сторону и снова вернулось в бухгалтерию. Ну, и еще, чтобы этого не произошло, а чтобы действительно быстро-быстро получить все блага, причитающиеся художнику. А если вы знаете, может быть, я вам, по-моему, в Библии есть слова о том, что художником город благословляется. Понятно, что те города — это тысяч пять населения, но в те былинные времена художником благословлялся город. То есть, если был в городе художник, то это было особое благословление. То есть, как ни странно, ни композиторы, ни певцы не удостоились такой чести, как художники. А живопись, она умеет говорить без слов. Вот то, что словами невозможно сказать, говорится языком изображения. И это дает право художнику выплескивать именно свою эмоцию, свое внутреннее видение, своего внутреннего человека на холст. И в меньшей степени может быть акцент на ремесленный успех, что для вас становится очень ценным. Потому что ремесленный успех к вам придет не мгновенно, и может быть для некоторых довольно нескоро. Ремесленные достижения. А вот выплеснуть своего внутреннего человека, это вы можете сделать в любой удобный для вас момент. То есть, взять кисти, краски, и с пониманием задачи, то есть, задача как раз будет состоять не в том, чтобы что-то изобразить, а как изобразить. То есть, может быть, даже абстрактно изобразить. То есть, в любом случае, когда человек берет краски, он выбирает. Это делает определенный отбор, свой личный отбор. В цвете, свой личный отбор в тех предметах, которые он изображает. И даже наивное изображение этих предметов в наше время является языком живописи. То есть, наивная живопись так и называется. И, конечно же, это может найти зрителя. Что, собственно, главное в нашем. Найти зрителя, сотойнника этим переживанием, этому световому переживанию. И, как бы, нет вообще препятствий для того, чтобы из-за этого. Нет никаких препятствий для того, чтобы с удовольствием заниматься живописью, кроме самого человека, который в силу какой-то заскорузлости, окаменелости души, не может всерьез раскрепоститься на холсте. Понятно, что для ремесленников, таких как я, как профессиональные художники и другие, которые получили этот опыт рисования и имеют ремесленное умение, живопись более подручна. То есть, хочу изобразить и изобразим. Можно даже и не думать, как изобразить, просто брать и изображать. И ты вполне что-то внятное нарисуешь. Но в наше время это внятное не всем интересно. В основном даже неинтересно. То есть, умеющие рисовать художники потихонечку уходят на второй план. А умеющие выплеснуть свое внутреннее состояние, переживание, вот они становятся главными фигурами современной живописи. И путь от начинающего художника к полноценному художнику сокращается просто до... Ну, сегодня можно стать нормальным современным художником. И если преодолеть маленькое условие, так же, как у психологов там есть свои терапевтические способы преодоления проблемы человека, а также и в живописи, можно преодолеть свою заскорузлость, закрученность, окаменелость, остеохондроз душевный. Просто взять, при этом прыгнуть, по-выблению. Что и, собственно, и стоит сделать начинающему, взрослому начинающему художнику. И вот для сравнения, вот импрессионисты, там среди импрессионистов есть люди, которые пришли в импрессионизм, хотя это было век назад или уже полтора, пришли в импрессионизм с улицы, без клерков и других людей. В силу того, что идея импрессионизма была легкодоступна для исполнения, и это действительно так, то есть выучить живопись а-ля Мане, а-ля, освоить, вернее, живопись а-ля Мане, а-ля Ренор, очень легко. То есть буквально два десятка копий импрессионистов, и вы вполне сможете писать в этом ключе. Вы можете брать любую фотографию, не картинку уже чужую, вернее, репродукцию картин, а брать любую фотографию и перевести ее на язык импрессионизма. То есть мелкий мазок переводит фотографию в любую, или вы вышли на пленэр и пишете с натурой, мелким мазком вы просто сразу переводите на язык живописи. А поскольку это, как правило, леревца, далечки, облачонники, то, конечно, все это очень легко изображается, даже если вы никогда этим не занимаетесь, потому что достаточно перейти на мелкий мазок, вы получите что-то приличненькое. То есть сама технология дала возможность. Ну а тем более в современном мире, если полистать в журналы, походить на выставки, пощупать эту, присмотреться к этой живой лихе близко, вот прямо смотреться, как они это сделали. Конечно, уже попробовал, когда человек попробовал, после роботов многие, когда посещают эти музеи и выставки, говорят, как мир преобразился. Я теперь прихожу в музей, я вижу, что видеть. То я отходила подальше, чтобы увидеть, что же там нарисовано, а теперь я подхожу поближе, как нарисовано. То есть вообще мир наполнился живописью. Кстати, если взять даже процентное соотношение в удовольствиях от жизни, то живопись в этих удовольствиях, даже просто созерцание предметов искусства, занимает, может быть, свои чуть ли не 20%. Даже сейчас, когда мы листаем контакты, все же, наверное, в контактах бывают, ну или еще где-нибудь на Фейсбуках, мы же на картинке, все на картинке, все внимание картинка. Реже даже содержание. Ну просто через картинку содержание сразу получаем. Вот есть вещи невысказанные, Андрей Рублев, взаимоотношения троицы высказал изобразительно. То есть то, что невозможно высказать, а тогда стояла проблема, как это они там взаимоотношения, то есть такое богословское время было, он изобразил. И вот ясно как. То есть то, что невозможно высказать. Поэтому через картинку часто мы получаем то, что невозможно проговорить. Ну вот, и задача художника во многом в этом и состоит, чтобы показать то, что невозможно проговорить. И те художники, которые заняты только ремесленным своим совершенствованием, конечно, проигрывают сейчас, потому что кругозор людей очень сильно расширился. Меньше стало внимания к глубине, но кругозор колоссальный. И в этом кругозоре, в этих языках живописи, которых тьма, можно для каждого из вас выбрать с любым техническим уровнем вашим в рисовании, выбрать себе язык, в котором вы сможете развиваться и очень быстро-быстро-быстро прийти и к выставочной деятельности, и вообще к общению с социумом. Даже можно уйти в шоу-бизнес со своей живописью, потому что это тоже шоу-бизнес, и во всяком случае элементы шоу-бизнеса в живописи во всю присутствуют. И это тоже творчество. Сам бизнес живописи, продать телевизор, дело же не хитрое, да? Там купил, здесь в нужное место поставил и продал. А вот продать картину, которая может стоить ничего или много, вот уж творчество, да? Так удовольствие, если ты, вот у меня недавно ученица продала картину за 7 тысяч долларов, ну так это ж приятно. Причем картина, которая писалась там, ну 4 часа. Другая девочка, вот эта в Москве, сейчас только что мне рассказала, две картины она написала, две картины продала за 5 тысяч долларов. Ну вот в Москве вообще, оказалась хорошая цена на живописи. И вообще москвичам стоит этим заниматься сразу с прицелом на продажу. Потому что пока я давал уроки в Севастополе и даже в Киеве, спрос очень низкий, очень низкий спрос, и от того, что не хватает денег у людей, и от того, что общая культура значительно ниже, чем в Москве. А в Москве такой уровень культуры и денег столько, что не заниматься живописью, просто... Значит, я уже как бы немножко эту ниточку предпринял в своем рассказе. Я почему это все говорю, потому что, конечно, у меня опыт общения с новичком колоссальный. Прошла тьма людей, и я вижу, что нет практически людей, которые бы не могли бы писать картину. Их даже нет одного процента. То есть есть люди психически немножко неустойчивые и паникуют, когда у них не получается. Можете себе представить, как они паникуют вообще в жизни. То есть действительно есть некий процент паникеров. Но их тоже очень мало. Это коллективное сознание, коллективное удовольствие, коллективное сознание, когда люди на общем уроке пишут, все-таки и даже паникеров немножко загоняет к какому-то порядку внутреннему. Все-таки им приходится своей панике наступить на горло и что-то предпринять. Сказать, что есть люди с таким вывихом, что ну вот на ника писать никогда не сможет. Ну есть, есть. Есть не паникеры, но с таким вывихом, что аж страшно. Надо же настолько не видеть, настолько ничего не видеть, настолько ничего не чувствовать вот этим местом. Но даже такие люди обычно пару месяцев, вот есть из них, вот из этих вот, у которых вывих, из них есть люди, которые восстали на это в себе и говорят, я вижу, что у меня ничего не получается, но я очень хочу распробовать это дело, чтобы выяснить для себя это. И вообще, я хочу это, я хочу рисовать. Ну, два-три месяца, и этот человек работает вровень со средним уровнем легко. А дальше уже просто открыта дорога, как и для каждого из вас, у кого нет вывиха. Опять же, вывих есть у некого одного процента, когда действительно аж удивляешься, насколько можно не видеть. Самое большое, что мешает техническому исполнению картин, это отсутствие внимательности художника, то есть цепкости, расследовательности сознания. То есть мы не расследуем предмет, мы смотрим и не видим. То есть вот это вот пословица смотрит книгу, видит фигу, это вот очень сильно для нас. Художники все-таки люди, которые привыкли от юности, от силу образования и прочее, привыкли расследовать то, что видят. И, ну, внимательно к тому, что видят, замечать, подмечать, накапливать вот эту информацию в своем компьютере. И, конечно, кругозор их от этого расширяется. Но у них есть другая проблема, особенно у тех, кто от юности приговорен к живописи. У них вот это вот соревнование друг с другом, вы знаете, о зависти творческих людей, это притча во языцах. Вот эта зависть часто не дает им, просто парализует их творческую деятельность. И, несмотря на то, что они картины пишут, от картин зарабатывают, но творческий паралич налицо. У вас, по идее, этой проблемы и быть не может, потому что вы жили без живописи. И чего вам завидовать вообще художникам, что они пишут? То есть, если вы беретесь за живопись, то для вас это в чистом виде праздник. И соревноваться в ремесленном успехе с профессиональными художниками вам, по идее, не должно в голову прийти. А высказываться вам легче, потому что профессиональный навык не мешает этому высказыванию. То есть, вы можете писать, как дышится, так и пишется, что как раз в наше время и взыскано обществом, зрителям. И это вообще... Ну, вообще вашему положению можно позавидовать из среды художников, потому что там пауки в банке. Они еще общаются друг с другом. Ну, вот это вот... Сальеризм вот этот... Процветает страшно. А у вас вообще... Вы настолько свободны от этой банки. То есть, что скажут коллеги... для вас вообще никакой... Вы можете даже никогда с ними не сталкиваться. Просто не сталкиваться. То есть, на своей выставке звать не художников, и не потому, что вам нечего будет показать, а потому, что... Ну, а зачем вам художники? Вам нужны зрители. А коллеги по церкви, если они оценили хорошо... Кстати, оценивают часто... Из вас многие, когда приходят одевать в рамы, говорят, ой, какая красивая картина. А кто это, дескать? Что за имя это писало? Хотя часто человек практически уже самостоятельно пишет на моих уроках. И я там... Ну, только хожу, хвалю. И иногда даже многим ученицам, которые там уроков по 50 прошли, даже непонятно, зачем вы ходите. Вы и так все умеете. Они говорят, ну, это раньше я могла без вас легко писать, а теперь уже не получается. То есть, нужна похвала, нужен коллектив, нужна вот эта движуха. Поэтому и в этом смысле тоже... Опять же, вам хорошо. Те, кто... Пока они студенты, вот эти профессиональные художники, им там тоже хорошо. Они еще не так... Они еще не пауки в банке. Они потом становятся пауками, когда разглядываются по своим мастерским и мечтают о славе великой. А к одним приходят, а ко многим не приходят эта великая слава. И вот начинается это внутреннее мучачье. А у вас вообще этого не должно быть. И у вас может получиться та тусовочная студенческая жизнь, от которой балдеют все студенты художественных вузов. Там действительно атмосфера настолько жизнеутверждающая и нарядная, что вы можете себе позволить сейчас. То есть вот многие же хотят почувствовать молодость и просто даже омолодиться. А для нас, женщины, это вообще... Я поговорю для нас, потому что я же уже практически ваш. Мы согласны. Согласны. Мертвым уговорить, свое поднимите, рисуйте. Я тут с вами не сам. Мы рисуем. Весил на 20 килограмм больше. При таком обилии женщин просто нельзя весить. Ну что, всегда вот такой расклад гендерный, да? По гендерному... Одни женщины, редкий мужчина. Мужчины как-то умудряются, умудряются. До 20 смотришь столько, или там до 25, столько творческости, столько ученичества внутреннего. А потом как встал на каких-то уже принципах и давай честветь. Солдафонеть. А женщины, они... Ну как кошки, да? Кошки же они всю жизнь игривы. Почтаются везде. Кошак играл, играл, играл. Какой уход. Вырос, все. Все уходит. Большого толстого канала. Битвы какие-то там великие совершают. Поэтому женщины, конечно, в этом смысле вообще хороши. Говорят, что у женщин интеллект на 15% отстает от мужского. Именно интеллекта. Как они, он. Интеллекта. Ну так не интеллектом же единым. Это мужчины так вот. Женщины с точностью донавали. Может быть, все-таки вне общей фон, может быть и так вот. Но эмоционально женщины настолько подвижны, настолько интеллекта, интересны. Ну, кто интереснее? Салдафон или человек эмоциональный? Ну, конечно, салдафон вообще не интересен. Они же все как нарезка, так албасная. А люди эмоционально подвижны, они разные, со своими там осводами. А живопись, она эту эмоциональность подхватывает и доделывает. То есть человек действительно начинает волноваться в жизни от вещей, достойных волнения. То есть получается так, что мы пишем картины, мы волнуемся, чтобы написать, и мы пишем, чтобы научиться волноваться. Получается, это взаимный процесс. Опять же, если нет зависти, то это жизнь просто, жизнь цветов на поляне. Это одно удовольствие. Ну, и у цветов есть такая потребность нравится. И вот у нас, как художников, как у женщин, появляется вот эта возможность нравиться и так, и сяк, и бряк. Ну, в данном случае, нравится и как женщина, и как человек эмоциональный, еще и как художник. То есть это вообще для нас. Ты плавно к цветам переехал, да? А, точно. О, тема цвета, цветы. Ага, я, я. Это даже вспомнил. А раньше у женщины перешли к плавным цветам. Да. Значит, по свойствам цветов нравится, да? У женщин такое свойство есть. И эта живопись, она дает возможность нравиться в разных гипостасях. И когда у женщины еще и творчество, ну, я вам скажу, что у женщины, которые ходят на уроки, первые шаги часто мужчины начинают ревниво смотреть на это, а потом хвастают своими жуанами направо-налево. Вот. И кто пришел в дом, первое, что надо показывать, это работы моей жены. Самое вкусненькое в нашем доме. А если еще и выставки, то вообще... Потому что есть куда платье деть. Улисит же годами. И даже хочешь купить, и куда я пойду? На собственную выставку, на презентацию выставки. Пять-семь картин нарисовала за месяц. Выставка дополнительная там. Ну, и место для выставочных мест. Блит в платье. Пять-семь калимик. И каждый раз новое платье можно. Позволить. И куда есть, и зачем. Вот. Так что живопись надо делать. Но делать ее умненько, чтобы не смотреть вообще на жизнь художников. Часто жизнь художников ассоциируется с вернисажем. Дескать, он художник от слова худо. И те, которые сидят на вернисаже, отчасти это действительно худоватые художники. Они выбрали единственным для себя возможностью показывать свою живопись. Это вернисаж. Мало того, идет это захалтуривание посредством производства картин. Такого тупенького производства. И художник теряет то, к чему художник призвал. То есть ремесленное... Кто пишет моречки, у него ремесленное в моречках выросло хорошо. Тот пишет березки, рощи какие-то, третий пишет. Рисует портретики и прочее. Это один процент художников. Я вас уверяю, вернисаж это только один процент художников. Основная масса художников зарабатывает прямо в мастерских. В коллегиях выставляют свои работы, конечно. Но основная масса продаж идет именно из мастерских. Нет художника, у которого нет несколько человек-кормильцев. То есть, либо это какие-то камеры-ваяжеры, которые ездят, скупают живописи. Я только не знаю, кто у вас хорошенький художник, я его продам за такие деньги. Этого продам за такие. Из вашей Москвы ездят. По всей провинции русской. Скупают. И потом здесь продают. Поэтому, ну плюс есть такие обожатели художника какие-то, поклонники среди местных. Или не только местных. Которые тоже покупают эти картины у него. И чаще всего жизнь художника безбедна. Поэтому эти разговоры о бедности художника, ну и те, которые на вернисаже у них достаточно безбедная жизнь. Но просто она дурная, она невкусная. Но те, которые не видны в обществу, у них, как правило, очень безбедная жизнь. Редкий художник, но уж настолько... Вот да, вот этот вихрь был, когда люди увлеклись только холодильниками, телевизорами, квартирами и машинами. Этот вихрь, да, он немножечко подкосил благополучие художника. Сейчас дифференциация произошла. То есть все ценности вернулись на свои места. И о бедности наоборот. Галеристы просто в некоторой даже панике от того, что художники настолько разжирели, что от них работ невозможно получить. Они ленятся. Он раз в месяц или там на 4-5 дней садится пописать, а потом просто тусуется целыми днями. Не работает. Он написал картину. Они у него куплены. Он на эти деньги гуляет. То есть художники это не очень часто, не очень работоспособное племя. Потому что они же сами себя организовывают. Если речь идет о кормильце семьи, то сказать, что он стоит на страже, это трудно, потому что он ждет, когда у него там находятся. А для этого нужно погулять, походить. У вас немножко другое. Вы как раз привыкли работать, и вам это ничего не стоит. Потому что художники, они как раз привыкли не работать. Им как раз чего-то стоит взяться, написать. Особенно, когда это пожизненное, когда это действие стало уже слишком привычным, оно уже даже где-то поднадоело, а все равно приходится. Но опять же, поднадоело – это очень условно. Это так же, как икра надоело, или какие-то другие приятности, вкусности. Море надоело. Песок, пальмы – все это надоело. Это вот так. Если живопись надоела, то это вот так. Не хочу идти к упорту, но пойду. Чтобы стошнило бухгалтером по работе, все сразу заходят. Да-да-да. Это так же, как русский человек, сетует на то, что жизнь вокруг какая-то дрянная, а когда уедет туда, поживет там, вроде как очень хочется обратно. Но живопись – это еще, еще больше. Если художник отлучен от живописи, тогда будет действительно пытка. Ну, всего там какие-то внешние причины. Так что, я думаю, я вас вполне сагитировал заниматься живописью. Состояние, себя я точно убедил, пока я вам это говорил. Единственное, что я не смогу уже побыть в вашей шкуре. Я уже как бы побыл в вашей шкуре в молодости, а сейчас уже не смогу. А вы эту молодость можете иметь сейчас, эту молодость сознания, когда вы вдруг открываете для себя чудесный мир. А вы ее можете иметь сейчас в изобилии, потому что красок навалом, спрос есть. Главное, чтобы вы преодолели в себе некакую боязнь, нашли правильных учителей. Вообще, на самом деле, выбор учителя – это задача. Потому что даже вот многие студенты, выпускники и прочие художественные учреждения, они потом всегда часто… Вот там Иван Иванович говорил, и вот Иван Иванович сказал, когда-то «Никогда не бери мастихин» был. Что если художник взялся за мастихин, то ему больше нечего сказать. Сказал ему Иван Иванович, его педагог. И вот художник лет 20 потом, это я боюсь, боится взять мастихин. Потому что мне больше нечего сказать, если я уже взял мастихин. Ну, благо, я имел другой немножко путь. Мне там мастихин и не понадобился в этой церковной церкви. А для других студентов это было такое табу, большой проблемой. Сейчас, вы знаете, однопородок, все время волнуюсь с мастихином. И вам, кстати, советую начать свою творческую, учебную, творческую жизнь с инструментов как бы нетрадиционных. То есть, как бы, есть традиционный инструмент кисти. И как бы, если учиться рисовать, надо взять кисти, обмагните его. Живописцы, обмагните ваши кисти. Кисть, кисть, кисть. Эти опытные художники в кисти поднаторели. Их там 12 лет дрессировали. И соревнования с ними практически невозможны. Но они не поднаторели в других инструментах. Мало того, кисть мешает им взяться за другие инструменты. Они настолько привыкли качественно изображать, что новаторство для них становится проблемой. для очень многих. То есть, им надо бы сначала разучиться, чтобы потом снова научиться вот этим новаторским штучкам. У них кисть, умение вырисовывать, стоит на пути к кисковиде. Душевно. у вас такой проблемы нет. И вы можете взять эти новаторские инструменты, инструменты нашего времени. Если в 19 веке художник взял бы и сделал бы картину мастихином, ее бы просто никто не стал смотреть. Сказали, дикость какая. А в наше время кругозор на все 360 градусов, поэтому любое исполнение приветствуется. Но вы, пользуясь такими инструментами, как мастихин, в первую очередь, тряпка, палец, ну не в этом смысле, а просто этот палец очень удобный, он самый подвижный из них. Вот этот норовит указать, а этот может моделировать работу пальцем, а иногда и целой кистью руки можно работать по холсту. И вот в этом инструменте вы сразу имеете преимущество перед опытным художником, который все равно хочет чешется в нее руки, взять кисть и начать из-за вырисовывать. А недосказанность живописи часто предпочтительнее, чем досказанность. Досказанность есть в фотографии. Хочешь досказанное, возьми фотографию. А хочешь поэтичное, недоскажи. Вот поэзия, она же не проговаривает внятно, ясно мысль. Поэзия говорит какую-то абстракцию, а ты понимаешь ее очень объемно. То есть она как бы трехмерна. Проза она больше двухмерна, а поэзия она трехмерна. Вот так же и недосказанность живописи, она трехмерна. А досказанность, мало того, что у нее появился чудовищный конкурент в виде фотографии, то есть умение изображать, опять же умение изображать, должно быть с умом. Поэтому в таких инструментах, как мастихин, ну я покажу, что это за инструменты, я говорю о нем, не показываю. В таких инструментах, как мастихин, возможность недосказать очень высокая. В таких инструментах, как палец, возможность недосказать очень высокая. Ну потому что, попробуй, да скажи, все-таки это не тоненькая кисп. И мало того, что здесь могут ваше недосовершенство ремесленное дать какой-то интересный излом тому, что вы изображаете, дома будут плясать в городском пейзаже, глаза в портрете будут на разных уровнях, но это может прозвучать. Вот ваше неумение может прозвучать в силу того, что оно каким-то образом обострит впечатление, хотя вы, допустим, изображаете конкретный предмет, ну, допустим, городской пейзаж изображает. Ну, когда речь идет о деревцах, там, конечно, нет вообще, там нет портретности, нет внятного изображения, поэтому такое дерево, не такое дерево и понятно. А когда речь идет о более внятных, геометрически внятных вещах, как линейные, городские какие-то мотивы, портретные мотивы, там, конечно, вот этот излом может... Да вот даже если бы кто увидел наброски Матисса, это же вообще к академизму почти никакого отношения не имеет. Однако это великий рисовальщик, и это сплошные приблизительные линии, которые звучат. Помните, эти красные мальчики, по-моему, которые хороводом несутся по зеленому пятну, там, вот так по пятну, красные мальчики, вы поменялись? Или девочки? Да, нет, это мальчик, они живут, да. Ну, это же детский рисунок. Спасибо. А вот недавно показывали, там, киевского художника по телевизору, который самый дорогой художник Киева. Там, там, по сто тысяч долларов картина. И он на фоне совершенно элементарных вещей. Три пятна, одно праздное, другое рыжеватое, третье синее. Причем гигантского формата, то есть там метра три на три, такой квадратный. И он на фоне этой картины, рядышком, пара небольших картин, примерно такого же содержания. И его спрашивает, это журналист, как говорит, скажите, а ребенок мог бы такую картину написать? Он нечестненько говорит, мог бы. То есть наша с вами задача стать этим ребенком, который тоже бы мог. Просто ему, чтобы прийти к этому, понадобилось взойти и спуститься. А может быть, не обязательно подниматься? Умный же в горы не пойдет. Ну да, он же сказал. 50 лет порисуйте, потом сможете так. Дальше он уже потом начал сам себя и... Вначале он сказал более умную мысль, что... А ребенок мог? А как его зовут? А? Как его зовут? Криволапка? Анатолий Криволапка. Что это такое? Кривая кривость. Пять баллов. Как прокурор, так зверев. С Малевичем и Черным квадратом там много версий, как это произошло. Но мне больше всего нравится другая версия. Когда пришел в какое-то сообщество художников, некий финансист, и говорил, Что вы тут вот... А они там рассуждают о высоком, о великом. Он говорит, что вы рассуждаете? Дайте мне черный квадрат, закрасьте мне черным холл. Я через год... Этот холл будет стоить миллион долларов. Ну а дальше шоу будет? Когда люди видят, что на картину поставлено, Они понимают, что я сейчас куплю ее за 50 тысяч долларов, А через год я ее уже продам за 100 тысяч. То, что видно, что на это поставлено. А для того, чтобы это было видно, Можно тоже... Это творчество, очень интересное творчество. Но только Малевич имел смелость сделать. То есть из всех, из всех только Малевич. Взял и закрасьте. На, на. Продай. А там же под этим всем другая работа, под этим черным. Это тонкие, по жирам положен. Ну и что? Ну там хоть что-то на первом мысе было. Ну что-то у него было, допустим, в отвале. Магическое слое. Он это закрась. Очень много живописей, я думаю, вы видели в музее. Очень много живописей написано по картине, которая была там. То есть художник, она не понравилась, и он сверху написал другую. Кстати, не рекомендую переписывать. Значит, если вы, допустим, не вполне довольны картиной, это не значит, что надо ее без конца переписывать и переписывать и переписывать. Снимите ее с подрамника, скрутите его в рулон, пусть лежит. Я вам скажу, из рулона картины очень хорошо продаются. Можно же даже потом, когда уже вас будут знать несколько ваших подзываний, появятся подзывники, вы можете на них влечь. У меня в рулоне есть картины, которые я убрала в рулон по разным причинам. Распродажа. Распродажа. Но из рулона она выглядит совсем иначе. Сискот достанется из любого. Да, да, да. Варазит наружу немного. Она какая-то уже намоленная. Она уже такая... Хотя в рулоне там валялась. Нет. Но она как... Вино, как вино. В этих подвалах она набрала... Игорь, а можно ли наружу полз, по-прочему? Наружу. Наружу. Чтобы живопись не сломалась, да? Чтобы живопись была наружу. С верхней стороны. Потому что иначе оно скухожит и потрескается. Ну, опять же, если потрескается... А если полз на карту не отодребит, как форма скрутить? То есть не советую переписывать картины. Но это экономически не выгодно. Ну, не нравится, скрутите. Сняли с подрамника, скрутили. На подрамник потом надели другой полз. Причем не сами. Это все надо делать в мастерских. Пусть там специальные люди есть для этого. То есть не обязательно женскими руками натягивать холст. И вообще не советую ни грунтовать холст. Ни по собственному произволу покупать кисти и прочее прочее. То есть, чтобы выбрать кисти, к сожалению, вам опыта не хватит. Чтобы выбрать холст, вам опыта не хватит. То есть для этого действительно вам нужен учитель, вам нужен советчик. Чаще всего в салоне девочки, которые продают эти материалы. Там текучка кадров. И даже если бы не было в этой текучке, на такую работу идут люди не интеллектуальные. Сейчас никого не обучены. Не обученные и прочее прочее. Поэтому они, ну и вообще у них задача укорячить, а не как-то сделать что-то приятное. То есть им нужно продать продукт. Поэтому, если вы в салон пришли, подыщите либо студента, либо художника. Вот вы видите, наверняка, которые, подошли, попросили, скажите, помните мне выбрать холст. Ну спросите, не художник ли вы, не студент ли вы художественной студентой. Ну и студенты часто тоже не знают, что выбрать. Поэтому выбор материалов для вас это самая большая проблема, которую мы, кстати, вам будем помогать решать. То есть понятно, что я буду на вас зарабатывать в этом смысле, но для вас это будет панацейно. Потому что сами вы выбрать материал не можете. Ну отчасти можете, отчасти. Но только отчасти. В магазинах чаще всего нет хороших частей. Это самая большая проблема в магазинах. Потому что их скупили сначала профессионалы, потом полупрофессионалы. И вам осталось то, что осталось. Холстов стоит много. Многие из них упакованы под пленку. Даже потрогать нельзя, что ты получишь. И тоже. Какой полд покупать, какую зернистость выбрать и тому подобное. Если аналогию, как это будет, посмотрели какая. Может быть даже вырезали кусочки. Пришли и смотрите аналогии. Именно внешнего покрытия. Конечно, не внутреннего. Многим хочется, чтобы это было обязательно лен. Потому что, ну это раньше не писали, а сейчас ХБ приводит в такое состояние, что он вполне имитирует лен. И самое главное, это покрытие именно вычисли. Хотя, можно купить хороший холст вполне. То есть, если вы наткнулись на какую-то фирмочку, пощупали этот холст дома, смотрим, это отлично. Вот все те эффекты, которые вы хотели добиться, все они получаются. И вы уже просто узнаете, вы не посматриваете еще производителя и покупаете этого производителя. Такая, это правда, где нет. Что это очень много холстов хороших, хочу обратить внимание. Рассчитаны, очень много хороших холстов, но они рассчитаны на кисть. И вообще, на разные задачи. Бывает такое очень крупное зерно. Ну просто вы не будете знать, что там делать. Вот что делать с этим крупным зерном. Чтобы писать на крупном зерне, надо сначала понять, что вы там будете писать. На мелком зерне, казалось бы, вот такое мелкое зерно, идеальненькое. Тоже слишком, как по пленке, вот этой полиэтиленовой, тоже, может, вот те задачи, которые вы будете ставить, не совпадают. То есть, среднее зерно холста для вас пока. А дальше уже по мере задач, по мере того, как вы со своими учителями будете выяснять ваши приоритеты, будете выбирать тот холст, который вам удобен. С кистями это очень большая проблема, потому что с красками практически проблемы нет. Единственная проблема с красками у новичка, особенно у вас, женщин, это покупка нарядных цветиков. Там столько цветов, если у вас. И хочется их всех купить и сразу ими пользоваться. Выдавливаем 50 вариантов цвета. Причем 50 же невозможно выдавить помногу, да? Вот видите, я выдавил предостаточно, да? Явно хватит. А если у вас 50 всяких цветиков, вот 50, вот по такой куче не выдавишь. И вы выдавите совсем по чуть-чуть, а это чуть-чуть, оно не может участвовать в картине. В картине есть композиция цветовых пятен, в том числе. То есть вот красный в картине, вот отдельно красный в картине имеет свою композицию. Отдельно синий в картине имеет свою композицию. Когда идет разноцветиться, то нет выраженности ни, допустим, ни однокрасного, то есть этот же, допустим, голубой, хорошо, с голубым попадем, он же в небе, он же в тени, он же в цвете предметов. То есть есть каркас этого синего, вот один цвет мы взяли, и этот цвет стал каркасом всей картине, синим каркасом всей картине. А когда у вас много разноцветится, особенно вот это телесное, куплю и прямо сразу, ну, тело же оно только в некоторых местах будет соответствовать тому цвету, который вы выдавили из телесной, неаполитанской, как они, да, красивые цвета, вот видите, выдавили. И оно только в трех местах на лице, вот так, в такого размера эти места будет соответствовать этому цвету. А все остальное это смеси, 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 поэтому в принципе краску эту можно убрать. А если вы хотите ее воспользоваться только как финишный цвет, то есть в последний момент вы чистыми цветиками можете дополнить картину. А каркасным он быть не может. То есть тем, что мы заквашиваем картину, он не может быть. Поэтому покупка вот этих, вот этой разноцветицы в магазинах должна прекратиться. То есть можете иметь все варианты, но у вас должна быть гвардия красок. И эти краски, слава богу, продаются. Эти краски называются очень простым именем, мастер-класс. Я не являюсь дилером. Но лучше этих красок ничего в мире не придумано. Можно быть равными, но лучше не бывает. И слава богу их производит Питер, поэтому они никогда не прекратятся. И если вы привыкли к каким-то краскам, а потом вдруг с этой страной перестала взаимосвязь быть, и вы привыкли, а оно уже, и вам нужно переходить, привыкать немножко к другим краскам. То есть если вы один раз привыкнут, будете пожизненно иметь отличные краски. В них достаточно, у них прекрасная консистенция, что очень важно для красок. Консистенция. И у них хорошее, могучее, вот это цветовое вещество. Оно, если вы... Вот клей-по-вал, он же белый, да? Выдавливают белый, высад прозрачный. К сожалению, масса красок выдавливают желтое. Только смешиваю. А желтости в ней нет. Ты смешиваешь ее с синим, хочешь получить зеленый, а он все синий-синий. Какой-то грязно-зеленый становится. Вместо того, чтобы стать зелененьким. Вот, поэтому вот эти краски, мастер-класс. Покупайте на здоровье. И старайтесь обучиться с некой гвардией красок. То есть 5-6 цветов. Выучить взаимоотношения их, как отче наш. А потом наши всякие цвестики, приветики. И тогда вот все будет благополучно, когда у вас будет вот эта таблица умножения в голове. То есть это должна быть небольшое количество. Ну, как вот таблица умножения, небольшое количество цифр. То есть здесь небольшое количество красок. С кистями лучше всего общаться с синтетикой. Опять же, есть всякие наставления книжные, в интернете. И часто предлагается, ну, там предлагается и холст грунтовать. Полное сумасшествие. В наше время грунтовать холст – это полное сумасшествие. Так же, как если бы мы взялись бы толочь краски. Покупали бы минералы, толкли бы краски. Не умею рисовать, да. Я просто с иконописью общался, и там многие делают акцент на грунт, на грунтовку доски. Сами в каких-то бедрах варят эти грунты, а потом толкут, сами толкут краску. Мне кажется, что они приближаются к результату. То есть образ – это совсем не та краска, которую ты… На самом деле, там образ зависит от той графики, которую ты дашь, а не как ты долго будешь напрягаться перед работой. Хотя молитва – само собой. В данном случае и в живописи тоже. От того, что мы будем напрягаться с холстом, а потом бояться в нем совершить поступок, потому что мы же в игре варили этот грунт или еще как-нибудь, да. Какой там поступок уже на холсте? Тихонечко, робенько, где-то отсюда начать, тихонечко продолжать. Не тот случай, не так. У всех есть деньги. Особенно у вас, москочей, вообще денег слишком много. Поэтому покупайте холсты и превращайте эту хорошую, широкую, легкую живопись. А кисти, опять же, в этих наставлениях – щетина. Сейчас практически нет хорошей щетины. Вот что поразило, что в Москве нет. В широком ассортименте хорошей кисти. Ну, нет. Где-то так мигают какие-то кисти. Часто еще женщины покупают кисти по образу и подобию своих косметических. Они очень приятненькие на ощупь, но они совершенно не подходят для массовой живописи. Или подходят для массовой живописи для умеющих рисовать. То есть для гладкого письма. То есть а-ля академическое письмо, а-ля голландский натюрморт, а-ля старинский антипортрет. То есть да, они бы для этих вещей бы подошли. Но вы-то тут при чем? Вы при чем при густой живописи пока? При такой набросковой живописи. Вот как импрессионизм – это феномен наброска, да? То есть как бы недописанность. Недописанность стала импрессионизмом. Набросковость письма стала импрессионизмом. Вот так же и вы вылизать форму вы не можете. Вы не знаете, слишком много там нужно. Слишком много нужно союзности головы и руки, чтобы вылизанность имела в вашем случае смысл. То есть это все-таки набранный опыт. Этот опыт вы будете подбирать, пока вы будете писать готовые картины, полноценные картины. Вы будете приобретать опыт, и внимание будет ваше крепкое. Но на первом этапе подобные кисти для подобной живописи вам не нужны, вам нечего иметь делать. Поэтому для вас. А щетины хорошей нет. Но есть прекрасная синтетика, имитирующая щетину идеально. Причем даже часто получше, чем щетина. И вопрос в выборе именно синтетики. Синтетика более выносливая и так далее, и так далее. Поэтому она не лезет, почем зря щетина, если кто-нибудь пользовался часто, кисточкой и лезет, и лезет, и лезет, и лезет. А иногда прямо сейчас много производителей, которые по виду кисти красавица, только начинаешь пользоваться крепкой вытер вместе с кистью, вместе с форсом. Это из железка? Ну, железка спадает, к сожалению. Вот те кисти, которыми я пользуюсь. У меня здесь тоже барахлит. Особенно в крупных кистях она барахлит, шатается. Поэтому скотч и придавил. Ну, можно плоскогубцами надавить, чтобы она зажала. Ну, и это не хватает, пока ты не работаешь, она все-таки разбалтывается. Поэтому скотч, и она уже держится. К сожалению, все они не учитывали. То есть, они слишком не глубоко зашли, этим древком приезжали. Для продажи прекрасно. Но вот именно вот эти кисти я рекомендую. Вот, если будете встречаться с ними, там где-то сейчас новые патарды, где-то если будете с ними встречаться, покупайте много. А что за кисть? Некий колос написано, milk. У нее длинный ворс хороший, у нее вот этот вот ворс. Длинный ворс хорошо бы, чтобы был. Хорошо бы, чтобы плотность кисти была достаточная. Бывают такие худосочные. Худосочная плотность, что она вещества не может взять с палитры. То есть, ну, вот кисть как бы идеальная. Вы, в принципе, можете даже купить по одному образцу. У меня просто, чтобы узнать, с чем вам нужно сталкиваться. Либо покупаем такие же, допустим, либо покупаем аналогии. То есть, бывают кисти других производителей, которые очень похожи на вот это по качеству. А это кто производит кисти? Ну, вот я же говорю, там какие-то слова написаны. А, ну, то есть, производитель неизвестный. Колос, Мил, вроде Китай. Ну, как бы, хороший Китай. Так, мы сейчас уже более практически подойдем к вопросу о цветочках. В том смысле, что есть проблема... То есть, вот еще один момент. Значит, если мы хотим... Ну, вот душа у нас лежит, цвета. То выяснить проблему цветочного натюрморта, то есть, натюрморт, где главное действующее лицо цветы, выяснить эту проблему для себя, в принципе, очень легко. То есть, если мы все темы хотим освоить, конечно, перегрузка будет высокая. И информация из цветочного будет вылетать. То есть, у нас будет много мелкой информации, и не будет насыщен главный выбор наш. Поэтому, если вы хотите быстро прорваться к результату техническому и интеллектуальному вопросам, допустим, цветов, то надо сосредоточиться на цветах, на, грубо говоря, на 20 картин. Сосредоточиться. Если вы хотите портрет, то сосредоточиться на портрете на 20 картин, на пейзаже, если вы хотите пейзаж. Выяснить для себя. И даже, может быть, стоит именно так и поступить. Выбрать для себя тему, любименьенькую, и стать в ней специалистом быстро. А потом уже прибавлять остальное, имея вот этот фундамент. Так же, как гвардия красок дает фундамент, палитре, в работе со смешением красок. Так же и здесь надо что-то выбрать. Желательно что-то выбрать. Чтобы не рассеивалось сознание. Потому что потом забудете, что там главное, что тут главное, на чем сосредоточиться, в этом или в том. Поэтому, если тема цветов для вас очень актуальна, а для женщин это тема для очень многих актуальна, то стоит над ней поработать цельно, не распыляясь. Так я говорю, что стоит. Можно и не делать, но стоит поработать цельно. Выяснить для себя эту тему и потом уже новые темы прибавлять, прибавлять, прибавлять. Обычно все-таки на уроках люди пробуют себя в разных жанрах и 50 раз пишут. Но часто все-таки где-то к 50-му уроку человек уже выбрал какую-то стезю. Чаще всего, как ни странно, тему нюм. В основном все уходит почему-то в тему нюм. Может быть, потому что эта тема пикантна, что она волнует больше. Но некоторые застревают, вернее, уходят в цветочки, кто-то в пейзажики. Ну вот, когда речь идет о цветочках, ее, эту тему, надо осмыслить. Вот я когда в предыдущих семинарах говорил, что если заниматься портретом, то стоит выучить несколько ракурсов портретных. Прямо выучить. Сделать копию. Допустим, джакон. Это один из основополагающих ракурсов, которые используются художниками в портрете. Ракурс и освещенность ракурса. Есть другие портреты, где есть уже другая освещенность и другой ракурс. То есть выучить их, сделать копию, сделать на память потом эту же, чтобы модель освещенности прямо вошла в сознание. Тогда уже и другие задачи портретные тоже будут уже с пониманием предыдущей. другие освещенности, другие уже будут иметь фундамент под собой. То же самое и когда мы работаем с цветами. Часто даже поставить натюрморт человек не может. Он просто не знает, как поставить цветочную натюрморт. Часто совершают ошибки в освещенности, в написании формы, когда видно сразу, что не у меня ходило, не знает ничего. Вот у вас не должно быть этого незнания. Это незнание мы сейчас немножечко будем разгребать. На что обратить внимание, когда речь идет о натюрморке с цветами? Ну, в данном случае, букет цветов в базе. То есть есть... С цветами в этом смысле, конечно, намного проще. Есть сейчас в наше время много идей написания цветов, скажем, гигантских картин, где крупный цветок на всю, на весь формат. Звучит безупречно. Новичок справляется легко. Пара уроков и все. И человек знает, как это писать. Вот эти крупные портретные задачи цветов, вот когда цветок на весь формат. Крупный. От края и до края большого холста, цветов. Их очень легко писать. Надо увидеть, как. Но это очень легкая задача. Вот те проблемы с формой, которые возникают вот в формате натуральной величины, в большом рассеиваются очень легко. То есть здесь мы не можем, потому что мы не привыкли работать с формой. А на большом, от того, что площади большие, эти вот перегивы, формы большие, справляемся. И многие девочки просто чудеса вытворяют, пишут эти большие картины, покупаются эти картины на ура, к слову сказать. Ну и вообще, когда женщина пишет цветы, это тоже всегда красиво. Вот. Но сейчас не о больших цветах. С большими цветами очень просто. Значит, несколько уроков у меня, и пишем. А здесь надо понять основной алгоритм, классический алгоритм, то есть опять же нам нужен фундамент, классический алгоритм работы с букетом. То есть классики выработали схему, по которой все это штампуется до сих пор. Все это в этом ключе пишется. И мы должны знать, чтобы чуть что не совершать тех ошибок, за которые нам будет стыдно перед коллегами по новому цепи. Хотя, опять же, мы с ним не заедем. Ну, понятно, что нужно фоновое пятно. Всегда лучше набрать сначала полное пятно, фоновое пятно, полное пятно. А потом уже вписывать содержание. Ни в коем случае не стоит сначала нарисовать цветочек один, второй, третий. Вот мы порисовали все цветочки, порисовали, порисовали, пушинчик нарисовали, а потом начинаем обкрашивать. Что так, как правило, поступают все. И какая здесь проблема? Здесь нет связки фона со цветком. Одним цветком, вторым, третьим. Молодуша – это изнурительный труд. Каждый цветок отдельно нарисовывает. Так еще и нет связки. То есть нет вот этого общего пространства. Поэтому набрали по новой, и мы сейчас это сделаем. Ну, допустим, я кидаю жидкость. Белиться. Как правило, пановые пятна в классическом натюрморке темня. Разбавитель. Любой разбавитель из тех, которые продаются в магазинах. А здесь просто масло? Не надо масло. Разбавители. А почему? Масло, во-первых, будет течь. Во-вторых, будет слишком долго, скользким. Вот сейчас я кинул, кидаю эту краску. Как только разбавитель выветрился или впитался, краска стала. Она перестала быть активной. Она прилипла к холсту, и, может быть, даже через два часа вот эти вот пятна даже могут и высохнуть. Вот некоторые пятна, особенно коричневатые, могут даже высохнуть. Ну, через три часа, не через два. Через... Настолько маленький слой. И это дает возможность сверху на этот слой работать в новом слой. То есть, как бы, перебить его. А масло даст возбуждение краски на несколько дней. В данном случае, вы видите, я даю пачку и холл для коричневыми, голубоватыми, желтоватыми, беленьким. Можно ускорить? Спасибо. Первое, о чем я думаю, надо избавиться от белого, чтобы он не светлый. Нет, пока ты из ума. Просто избавляюсь от белого, потому что здесь у меня пока маловато. Здесь достаточно, а там маловато. Поэтому я чуть-чуть добавлю еще. Нет, 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 пока это без ума. Просто избавляюсь от белого. С умом здесь количество влаги. То есть оно, вы видите, довольно большое количество из нашего разбавителя, да? Конечно, хорошо было бы, чтобы не все было слишком однородным. То есть, чтобы где-то мигнул темнотой синим, синим, а может быть, светлотой синим мигнул. Где-то мигнул коричневый. Где-то, может быть, красненьку даже подсунуть. Желтинка. Опять же, если синим мигнул здесь, хорошо бы его поддержать где-нибудь здесь, например. Чтоб композиционно уравновись. Если красный мигнул, допустим, в этой стороне картине, то хорошо бы где-нибудь, хотя бы маленький вот куточек мигнуть здесь. Ну, желтый там где-то помигал. Коричневый он, в данном случае, видите, как каркасный цвет. Чтобы вкусненько сделать плановое пятно, когда краски уже достаточно, можно, например, расштриховать на стихи. Крюк, который я сейчас сам недавно на него наткнулся. Все, кто пробует его, даже из художников, мне говорят, слушай, я как бы видел, как ты это делаешь. Я стал тоже делать, говорю, класс. Просто, быстро. То есть даже художники, кто-то подсмотрели, рисовали себе, рисовали кистью. Фоновое пятно, со всеми какими-то академическими преимуществами. Причем вот эта святость, которая на холсте. То есть нужно такое количество краски, чтобы буквально было что-то нет. Потому что вот здесь, видите, мало. То есть туда нужно как бы дополнить краску. Вот здесь, вы видите, маловато, суховато. То есть такие места стоит подбросить краски. Причем плюс белила. Белила дает вещество обильно. Плюс влага. То есть, чтобы мастихин буквально было что-то гонит попал. Часто, ну вот даже была такая притча о художнике есть. Привела мамочка свое дитя. Научите его рисовать, я очень прошу вас. Он будет вам толочь краской, он будет вам фон красить. Вы знаете, фон до сих пор не научился писать. Дело в том, что фоновое пятно, несмотря на свою простоту, требует какого-то решения. То не должно быть просто выкрашенное что-то. Должно быть что-то живое. Эффект пространства, организованности пространства. То есть, глядя на вот это пустое фоновое пятно, человек все-таки должен хоть что-то угадывать. В данном случае, вот этот уклад какраски дает эффекты организованности пятна. Опять же, даже художники подглядели этот способ и тоже стали у себя использовать. Здесь, допустим, у нас лежачая плоская. Мы можем нарочито выразить ее лежачей. Горизонтальной вкладочкой. Правда? То есть, если здесь у нас укладочка в разные стороны. Причем, вот эта слякость, которая организуется на краях, да? Чуть-чуть там на краях организуется вот эта слякость. Ее либо придавить, либо даже оставить вот с каким-то вот... Даже вот эти слякости иногда вкусненько звучат. То есть, их даже можно оставлять. Мастихин, когда долго в употреблении, они заостряются и можно порезать пальцы. Чик. До первой крови. Поэтому иногда до первой крови. Потом стоит заменить мастихин, потому что будет резать очень часто. Так что, несмотря на то, что по идее мастихин ВИЧа... Чем-нибудь это лепить? Давай. Отлично. Разготовился, знал, куда шел. Опасные предметы пробовал. Пластыри набрал. Чем мы как-то срисовали все ваши приезды? Да. У тебя там всех мастер-пазов были. Опасные жизни, оказывается. Уж что-то кровью. А мы как доверчиво брали ваши мастихины в руки. Принесите подряд. Вот оно что. Действительно, именно когда много... Посмотрите, сколько у меня мастихин поет. То есть, он бесконечно поет, поэтому затачивается... А затупить-то можно? А затупить-то можно? А затупить-то можно? Ну это ж надо... Сколько я зарезала? А чуть-чуть. Ну да, просто шкурочками... Действительно. Поскольку вот такие проблемы возникли, то действительно стоит немножечко их... Он все равно уже утончился. Он опять очень быстро заточится. Потому что он стал просто слишком тонким. Использовать уже как-то по-другому. Он его посадил. Все хорошо. А затай теперь. Ну, а все равно тонкость уже... А, все понятно. Наступило, и он очень быстро замкнулся. Металл вот все-таки, он не очень перед человеком. Угу. Так, хорошо. Значит, плоскость, на которой это все будет происходить, можно сразу обозначить как некое освещенное пятно. Обычно, самый лучший способ, когда свет заходит отсюда, то есть вообще взгляд зрителя, заходит в картину с левой стороны. Это наука там не следовала. Взгляд заходит по вот такой траектории. И наша задача, здесь этот взгляд поймать и закрутить в центре. То есть, чтобы человек крутился и рассматривал то, что мы ему предложили к рассматриванию. Поэтому периферия у нас, как правило, не дописанная, не досказанная, а центр звучит. И когда источник света отсюда, так отсюда, то у нас выявляется, желательно выявлять вот эту часть. А здесь чем-то притормозить. Вот, чтобы заставить взгляд вот сюда, закрутиться. А притормозить мы как раз можем тенью. То есть, свет зашел сюда, рассмотрел предметы, а тень его закрутила, взгляд закрутила к центру. То есть, источник света отсюда и для портрета, и для самой предпочтительной. Хотя, в качестве эксперимента художники уже как только не освещали. Сейчас самое вкусное освещение, которое звучит в современной живописи, это свет оттуда, с той стороны. Контражур, свет контражурный. Какая здесь работа в грязь мы сделали? Я ваши картины смотрела, они трехмерные, и почему-то все светят изнутри. Грязи никакой там нет. Скажи картину, которую я видела. Ну, во-первых, там есть экран. На самом деле, живопись очень вкусно звучит, конечно, на экране. А когда к ней приближаешься, она кажется иногда сермягной. Но потом вдруг понимаешь, что в этой сермяге есть особое звучание. Это не грязное пятно, это просто фоновое пятно. Оно должно быть никаким, оно должно быть грязцой, чтобы цвет цветочков на них прозвучал. Потому что если оно будет сильно чистенькое по цвету, то цветы потухнут. Некая грязца. Поэтому брошено 3-4 цвета, чтобы создать эту мухную, никакую. Но это не грязь. Грязь, вот это, вот это уже грязь. То есть это грязный цвет. Вот если долго перемешивать вот это, долго перемешивать, и добавить еще белил, тогда будет нарочитая грязь. То есть цвет будет невкусным. Но в этом состоянии, сколько бы мы ни гоняли, если не добавим белил, то все равно грязи не будет. Но грязь, потом вы начнете различать разницу. Когда вы просто начнете сравнивать. Есть грязца. И у художников даже есть такая фраза. Чем больше грязи, тем больше связи. То есть когда есть колорит картин, есть как бы вот это связующее все. Единородность, не однородность, а единородность. Значит мы чуть-чуть. А, подразумеваем свет оттуда. Поскольку задник это некое пространство, то оно мутно, как некое небо. Мутно и мерцательно. Поскольку плоскость, на которой будет что-то стоять, она здесь, вблизи. То свет ее, эту плоскость, выделит. И мы немножечко в горизонтали, допустим, показываем. Поскольку это горизонтальная плоскость, на которой кто-то будет стоять. Вот мы показываем ее более освещенной. Вот как бы первые шаги в натюрморте, который мы делаем. Перед нами букет, но мы цветов пока не видим. То есть здесь мы их не показываем, ни себе. То есть мы пишем пространство, пишем плоскость, на которой это будет стоять. Как правило, цветы облеплены листьями. Зеленый мы добываем из голубого и желтого. Плюс коричневый. Появляется глубокий цвет для зелени. То в пользу синего, то в пользу коричневого могут быть варианты зеленого. То в пользу желтого. То в пользу желтого и коричневого будут такие тепленькие варианты зеленого. Вот эти варианты зеленого мы набрасываем на холст в тех местах, где у нас какие-то зеленые. То есть сначала мы пишем то, что сзади, потом то, что вблизи. Сзади фоновое пятно, потом сзади листва, а потом уже сверху где-то уже на нас смотрят сами цветки. Поэтому в этой последовательности мы набрасываем. Где-то у нас мигнул синий, где-то мигнул коричневый, но в принципе некий зеленый. Даже если мы хотим сделать гладкую живопись, вот этот набор мы можем осуществить прямо так натального стихина. Единственное, что подмечаем те листики, которые там участвуют. Как правило, листья повисли, вот они размахнулись и повисли. Цветы больше выстроились. Как правило, листья крупные, нависли, тяжелые, листья тоненькие и всякие там травиночки. Торчалочки листьев, есть разные цветы с разными листиками. Вот они, примерно в такой траектории. Очень часто новички заполняют вот эти два пространства. Не надо этого делать. Это вообще не для выписывания. Все внимание должно быть на центр. Мало того, есть вот понятие вот этих диагоналей. То есть по этим диагоналям, или общая диагональ, или диагональ верхнего квадрата, по этим диагоналям можно подкладывать что-нибудь на очито. То есть буквально прям по диагонали. Но тоже не симметрично, а неким образом подразумевая, что средняя линия вот этих пятен идет по диагонали. Это хороший трюк композиционный. Он сковывает внимание зрителя на центре. Именно вот этот диагональный. И так у нас там торчит, здесь повисло, здесь у нас какой-то кувшин. Обычно эти кувшины имеют какой-то цвет. Ну, я что-то там по-другому было, я цапнул с собой. Вы видите освещенную плоскость. Вы видите зеленый каркас у цветов. Ну и сам кувшин. Вот, кувшин. Но вот когда это что-то кругленькое. Часто бывают стеклянные кувшины. Всякие сосудики, стаканчики, сосудики. Стекло очень веселая штука. Это муть, увенчанная бликом. Поэтому, если мы, допустим, рисуем что-то стеклянное, как правило, это ноги цветов. То есть они торчат туда. Вот этот пук цветов собранный. Там листики какие-то. Это форма какая-то. Тяжеловатая зеленая масса стеклянная внизу. Муть. Где-то может, там же у нас источник света отсюда, да? Где-то может быть мерцнуть на самом стекле чуть-чуть, мерцнуть сверху. Чуть-чуть мерцают рефлексы какие-то. То есть свет прошел насквозь, ударился и высветил вот ту площадочку. И блик. Обычно стекло выглядит примерно так. То есть муть, увенчанная бликом. Часто еще видна верхняя горловинка сосуда. Можно эти ноги усиливать, их звучание. То есть это когда речь идет о стекле. Но чаще всего это лазон в классическом таком букете. Поэтому имеет собственный цвет. И часто он круглый. Круглые предметы новичок очень трудно берет. Поэтому рекомендую вот этим натиранием воспользоваться. Шприкованием буквально. Шприкованием, конечно же, по форме цилиндра. То есть по форме цилиндра. То есть больше вот в таком ключе. Смотрите, у нас какой инструмент здесь. Палец, который легко краску, если надо, подвигает. И у нас высветлена, допустим, вот эта часть. То есть не кистью пытаться добиться. Мы сразу лишнюю краску кистью положим, Которая будет с трудом давать красивую растяжку. А нам нужна красивая растяжка круглого предмета. Как правило, здесь обычно все-таки кругловатые предметы. Вот таким растиранием мы довольно сподручно добиваемся круглости. Действительно, это очень большая проблема для новичка добиться кистью круглого предмета. Мастихи своими вот этими затирочками довольно удобно это делают. Ну и в центре увенчано это бликом. Это может быть блик, имеющий форму. Может быть очень звонкий блик. Или не очень звонкий. Но это бличок. Как правило, здесь, как у круглых предметов, как у шарообразных предметов, Самая сильная темность у шарообразных предметов, это вот здесь, на линии перегиба света и тени. Ночь особенно темна перед рассветом. И здесь, соответственно, у нас перед рассветом самое темное тенистое место. А здесь, как правило, рефлекс от светлой плоскости, от светлой плоскости. Сюда. Как правило, этот рефлекс имеет цвет той плоскости, на которой он находится. То есть он чуть светлее. Он не равен свету. Он только отражение света. Вот светлой плоскости. В этом он есть, но слабенький. У этого предмета обязательно, поскольку свет упал, есть тень. Как правило, не параллельно, а туда. То есть мы же отсюда освещение есть. И теневаем, упало чуть туда, вдаль. Чуть вдаль. Вбок и вдаль. Значит, блик у нас никогда не здесь. Только при контражурном освещении с той стороны. А при нормальном, классическом освещении, блик никогда не загоняйте в угол. Не загоняйте в угол. Пусть он будет где-то отступив от угла. То есть мы рисуем идею шара. Чтобы выразить шар, блик должен жить где-то в этом месте. Соответственно, тень должна пойти туда. Чуть-чуть вглубь. Как правило, есть вот эта плоскость. Вот уже подсохла, поэтому я, блин, прихватилась краска. Поэтому я добавлю вещества. То есть это очень частая плоскость натюрморта вообще и натюрморта цветочного. И так у нас обозначены плоскость уходящей. Причем, вы видите, я ее нарочито штриховал по высоте. Прямо нарочито. Чтобы показать, что она ушла туда. Эту я нарочито штриховал. Набирал даже, штриховал. А набирал по горизонтали. Чтобы показать, что плоскость лежит. Там уходит, эта лежит. Как правило, вот здесь немножечко темно. В месте касания кувшина к плоскости. То есть там теневая заливла. И теневая ушла и растворилась туда. Причем эта теневая мутненькая, но жесткая. Особенно у основания этой тени. У начала тени. Вот она вот здесь. Такое впечатление, что она буквально линией очерчена. Если вы видите, то есть такое ощущение. Вот здесь внутри она уже немножко прозрачная. А здесь такое ощущение, что она линией очерчена. Это хорошие трюки, говорящие о знании художникам основы. Это вот все не хитрые вещи. Просто их надо учитывать. Помнить о них. Еще раз смотрите. Аж почти что линейка. А дальше оно все чуть-чуть подрастворилось. И может быть даже совсем ушло на нет. Часто даже художники вот здесь не делают внятную линию. То есть оно срастворилось. подверженное рефлексом круглость ухода вот этого. Плюс вот эта теневая. Они немножко даже сразились. То есть весь акцент на вот эту линию тени. И конечно же на вот это закругление. А эта как бы потерялась, растворилась. Свет немножко виден из-под теневой части кувшина. Прямо легенький намек на свет. Иногда и даже очень часто все художники обожают из-под теневой доставать цвет. Поэтому вот даже может быть чуть-чуть усилен. И из-под теневой свет дает ощущение пространства. То есть сразу ясный уход этого пространства. Это же пространство должно прозвучать и с теневой стороны. То есть здесь у нас будет свет. А здесь из-под теневой выйдет намек на свет. То есть мы отсветлим теневую. Трюк который тоже дает усиление пространства. Но прежде чем мы это усветлим. Мы сначала здесь хоть немножко тянем света. Чтобы это было естественно звучало. Допустим мы вот набрали некий намек на зелень. Некий намек на плоскости. Некий намек на кувшин. Теперь у нас какие-то там цветочки. Как правило где-то в центре что-нибудь важное. Не здесь размещать какие-то мелкие цветочки, которые прилично было бы в дальнейшем. Ну в периферии где-то. А вот здесь освещенный. Какой-то красиво смоделированный, ну удачный цветок. Вот здесь вот цветок чуть удачный, чуть меньше. А здесь вот красавец какой-нибудь. Конечно ему вот надо выйти в районе этого пересечения. Может быть с легким смещением сюда, поскольку сюда смещен свет. То есть здесь что-то главное. Может быть по соседству еще кто-то. Почти главное. То есть мы набирая такие просто обозначения себе, уже видим место будущих цветков. То есть мы не рисунок обкрашиваем, как бедненькие. А мы все разумно раздаем, раздаем, обозначаем. Тут может быть какой-то цветок, который уже никнет. Здесь какие-то у нас цветочки могут быть. Мелкие, конечно, обозначать нет смысла. В основном все-таки крупные. Мелкие уже так понадобятся. Когда мы, допустим, это сделали, у нас какие-то есть цветовые. Ну, к примеру, в этих букетах есть крупные пионы. Ну, в основном пионы. А здесь, кроме пионов, розы. И какие-то маленькие по пендерям. Теперь, когда мы вытерли красочку, мы очень легко можем наполнить чистым, практически чистым цветом. Обратите внимание, что палец можно такую вкуснятину положить кистью. Я думаю, что вы, кто пользовался кистью, помнят, что вот так цветок кистью легко набросить невозможно. Вы видите, как легко с этим справился палец. А тут, допустим, белый пиончик. Часть цветов будут смотреть в фаз. Прямо на нас. Вот этот уже хочет смотреть туда. И вот почему. Мы создаем идею шара. У нас идея шара здесь. И у нас идея шара вот здесь. Здесь свет. С этой стороны. Вот по той же праектории. Теневая. И дальше, по идее, рефлексы. Но поскольку это, скорее всего, будут цветы, цветочки, то они из-за своего цвета вот эту идею рефлекса шара немножко погасят. Но ее все-таки чуть-чуть надо подразумевать. Идею рефлекса в этом мире. То есть самое темное вот здесь подразумевать. Поэтому, если здесь встречается глубина букета, значит, дать такой темности, чтобы вот эта линия темная выразилась. Если там лепесточек какой-то хорошо темен, на том букете, на котором мы рисуем. Мы же с какого-то материала рисуем. Мы понатыкали цветов. Если там какой-то лепесточек темный, то прямо выразить его темность, потому что он на вот этой вот линии находится. Ну и плюс какие-то мелочевочки, возможно, там не обязательно пальцем, можно ли кистью, можно мастихином чуть-чуть понабросать. Там у нас с той стороны теневые места. То есть, если у нас существует красный цветок, то хорошо бы, чтобы его поддержал кто-нибудь и с этой стороны. Эту красноту поддержать и с этой стороны. Допустим, там смотрит туда, куда-то. Может быть, даже наклонился, наклонился. Может, наклонился в ту сторону. Ту. Может быть, этот наклонился в ту сторону. И может быть, тоже розовый. То есть, мы формируем идею композиции пятен. Причем, он не будет равен по светлости вот этому петлу центральному. Он немножко на периферии. Где-то он в него вмазался тоновой цвет. И это делает его, как бы, немножко уходящим туда. А здесь вся яркая дружба. Тот и вовсе в тени. Этот не в тени, но как бы на периферии света, да? То есть, он такой яденький. А здесь, здесь самое светлое. Освещенная часть шахта. Здесь живут и светленькости зеленого. И тоже, прежде чем вы возьметесь за кисть, которая обязательно начнет набрасывать лишнюю краску. Вы, прежде чем позволите кисти нарушить вам что-то, можете пальцем понабирать. Какие-то листья могут заслонять вот тот цветок, именно для того, чтобы показать, что он туда сможет. Так же и где-то здесь. Уходим от таких симметрий. То есть, вот сейчас нечаянно произошла симметрия. Уходим от нее. То есть, либо цветок у нас станет повыше, либо тут будем два цветка, либо все-таки взять его и передвинуть. То есть, этот повыше, этот по них. То есть, симметрий избегаем максимально. Значит, в углы не упираемся ничем важным. Единственное, что подразумеваем линии диагональными. Для того, чтобы вот этими линиями загнать, загнать к вниманию зрителя к сцену. Эти же линии здесь, где-то и здесь. Поэтому и приблизительно на этих линиях тоже что-то может быть обозначено. Нарочито обозначено вдоль этих линий, чтобы опять тут композиционный трюк совершил. Вгонять зрителя в пересечении. Что-то крупное может быть здесь, что-то мелкое. Опять же, асимметрия. Белые цветочки в тени – это у нас уже власть тени. Или скользящий свет, скользящий уже свет. Поэтому, например, белый цветок здесь уже не вполне белый. И тоже уже не смотрит в фаз. Смотрит чуть-чуть. Три четверки в профилер. Вот только, как мы общую канугу наметили, мы можем… Кстати, можно кисть. Вполне. Значит, вот это любимый трюк художников. Световая из-под теневой можно осуществить. В данном случае, вы видите, такой берильный мотив, да? Обильно один художник писал, как мы его штампик примерно одинаковый на двух картинках. Взял голубизну, немножко разбелил, немножко добавил разрезны, чтобы он не был скучно голубой. И из-под теневой штриховал чуть-чуть. Хороший. появился эффект пространства я думаю что есть вот это вот ощущение то есть источник света падал сюда но там некая плоской может быть это драпировка вот еще что свет зашел сюда ударился сюда но за за букетом вот есть тень которая а есть та часть то есть логика вещей здесь есть и даже фотограф это делает многие фотографы не знают этого трюка и это видно сразу было бы у него немножко художественное образование он бы это сделал и было бы еще красиво в наше время этот трюк используется художниками не всегда то есть импровизация на эту тему происходит очень не не используется как бы классический вот это потом используются другие какие-то классические узнаваемые вещи и ты сразу видишь работал профессионал ну чтобы мы работаем тоже как профессионалы мы должны помнить что какие-то вообще основополагающие вещи в букете должны быть шарообразность букета освещенность грамотная шара свет из-под теневой обозначение внятное обозначение плоскости внятное обозначение плоскости не каша а плоскость 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 или не плоскость а пространство займет когда вот на эти темности потом выходят какие-то лепесточки как правило это очень красиво теневая снабжена потом вот это может быть у него даже там ножка вы видите краска очень ее можно моделировать и пальцем и рукой и особенно важно сейчас не перебрать краски чтобы мочь еще это все разрабатывать нужно только мы переберем краски дорисовывание выявление формы становится большой проблемой палец растирки мастихин не дает перенаварить краски опять же вот эту темноту можно подсечь этой темноты которая должна пройти вот по этой шар можно подсечь главный цветок но не значит что мужа совсем шар рисую поэтому где-то здесь мигают и средние освещение но более освещенные листья конечно должны быть этого здесь все больше выражается форма шара опять когда это с натуры пишется никогда мы сразу поставили букет правильно осветим это все очень наглядно сейчас сейчас я делаю как был некий произвол просто саму схему но допустим и подбирали подбирать теперь же лучше уже в принципе можно вырисовывать и конечно здесь мы можем взять и кисть но лучше портрет не делать тоже оставил на том чтобы до самого последнего момента пользоваться пальцем потому что пальца достаточно чтобы делать лепестки практически любых цветов кроме самых маленьких которые это вы видели были брошены пальцем но палец дает возможность контролировать количество краски на самом себе контролируем мало того он еще и прекрасно модели кисть обязательно смешалась талан смешение этой краски с этой если мы ее погнали туда не будет положить надо было бы очень густой мозог меня который уже практически должен там и остаться и ничего другого там уже густота которую мы уже не сможем моделировать а здесь мы еще ничего толком не положим уже разрабатываем форму уже у нас и цвет ей и форма формируется и ничего лишнего я бы хотел что на перерыве пойду чтобы ощупали количество краски здесь количество краски играет очень важную роль и соответственно здесь освещенные места пионы вообще обожают работу пальцем то есть у нас пальцы прям под размер и он и выходишь лепестков это у вас вот здесь баланса 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 мелкие какие-то вот на светлых партиях если мы уже видим что складывается все хорошо можем чуть-чуть повторки подсунуть а в теневых раньше ели ели если у нас не складывается то биться здесь бессмысленно снимается красочкой и приступается заново вплоть до того что допустим у нас там грязновато в цвете еще подтёрли возможно пановые пятна слишком поучаствовали опять подтёрли и опять начали нет если бы там было бы невкусно смоделированное это не значит что надо надаптывать и надаптывать туда краски сбрили стерли и приступили еще раз потому что именно вот на первом этапе укладки самое вкусное может произойти когда там краски много когда там уже опыт неудач возник начинаются проблемы мы уже с трудом улучшаем а на первом вот этим вот первым балансе на первом пируэта самое вкусненькое и организуйте обязательно блюдем чтобы было свет тень и на малых формах тоже шарик ну или близкий к шару предмет правда и здесь у нас вы видите теневая световая тот же та же идея если мы не учитываем этого и сожалению новичков это очень большая проблема отличить свет от тени внятно первоначально отбрасываем теневую от световой внятно и работаем уже после внятного распространения внутри световой как световой и внутри теневой как теневой подразумевая что это не равно этому все время потому что когда мы увидели здесь светится светится лепесточек и мы сразу в полную силу он там может светиться может так же как свет прошел насквозь и там светло он может но вообще-то не там ему место вот такому светлому а мощному светлому место вот здесь зная это мы туда в ту меру не дадим хотя возможны нюансы нюансы и в одних случаях можно было бы и ударить то есть все что тут в тени сохраняет некий сумрачный вид видите да то есть здесь свет а здесь тень тень а вот этот кругляшок свет тоже самое и с темненькими цветочками ну кстати вот здесь два фаршка у пиона можно прямо отсюда вот если кому будет интересно сейчас опять же сбрели вытерли и прям попробуйте смоделировать вот этот цветок но все подойдите и ощупайте количество краски количество краски подойдите прям пальцем сколько этой краски сколько краски по нарубнике пощупайте растирочки ну я знаю что некоторые из вас уже были на руках поэтому щупали подобные вещи но тем не менее может кто-то не обратил внимание кто захочет погуляйте по периферии то есть буквально порисуйте пощупайте это все вот я покурил потом еще немножко что-нибудь что-нибудь не только не только опыта здесь достаточно небольшого опыта но правильно Но я кроме этого хотел еще высказать другую вещь. Мы как раз чай пили и зашел разговор о том, зачем люди приходят к этой живописи, что им от нее надо. То есть мы все устаем быть только потребителями. Рано или поздно становится уже тошно. Только потреблять становится тошно. А не потреблять, не быть просто элементарным потребителем, не хватает собственной фантазии выйти из этого. И, конечно же, вот эти вот игры с искусствами, они, конечно, нас немножечко сбивают. А многие и сильно сбивают из этого потребительского скучного пути солдафонского, от которого нет ощущения полноты жизни. Полнота жизни у человека появляется в трех вещах. То есть когда он любит, когда он творит и от словесности нашей. То есть это то, что в нас образ Божий. Поэтому когда в нас, ну, славотворчество, это и так мы целыми днями заняты. И, конечно, те, кто любит славотворчество, у них еще больше. Вы знаете, как можно посмеяться просто от удовольствия сложенных слов. И любить трудновато, это тоже, наверное, знаете. Но занятие искусством, а в данном случае как раз таким вот искусством, которое прямо в самое сердце, музицировать чуть труднее. Это надо других напрягать своим шумом. То есть здесь ты никого не напрягаешь. Не заставлю. А? Да. И когда мы занимаемся творчеством, мы сразу чувствуем недосухость души, если мы не любим. И чем больше мы нуждаемся в творческом проявлении, тем больше мы нуждаемся во влажности души через переживания любовные. То есть любовные переживания наполняют душу. Это дает возможность творить. Возможность творения дает вас, дает, раскрывает еще душу для любви. Поэтому разговор о любви в творчестве, через творчество в любви и через любовь в творчество, это вот… Листочки. Это одно из другого, одно для другого и одно в другом. Это я к тому… Опять же, часто пример тех художников, которых мы видим на улице, не является правильным. Потому что, в общем-то, часто это люди, которые свою жизнь как художники оказались несостоятельными. Именно потому, что они привыкли свое творчество в обычное ремесло, на продажку. Хотя мы все продаем, мы это постоянно учитываем. Но, тем не менее, когда мы упрощаем свою жизнь до вернисажа, это… Но это не пример, это одна сотая от нас художников. То есть на них смотреть ориентироваться не надо. Пьют многие, да. Ну, часто художники пьют. Но алкоголик художник от алкоголика не художник очень сильно отличается. Чем? Тот пьет и пишет, а тот пьет достойно. Горькую пьет. А этот пьет шубы. Смотрите. Мозу поймать. Чаще всего. Ну, конечно, есть вариант. А? Ну, если поймает мозу, тогда да. Тогда пить. Ну, когда он пьет, она же немножко ее пьет. Горь. Пожарайте. Но, опять же, это что же среди художников не так… Не так много именно алкоголиков. Пьяниц таких. Симпатичных пьяниц много. Которые с удовольствием прыгают. Но, опять же, от праздности, потому что у художников много этой праздности. Это я к тому, что действительно для многих из вас это панацея от скучной жизни. Вот у меня настолько жизнь нескучная из-за этой живописи вашей, что у меня глаз красный. А почему? Спать некогда. Жалко спать. Ну, какие ваши годы? Нет, спать надо. Глаза-то. Так что же там с листьями как будто? Таща. Да-да-да. Да-да-да. Весь смысл, по-моему. Листья, они, как это… Наверное. Сейчас я вам покажу вот такую игрушечку. Мелко. Окей. У меня, наверное, каждая десятая девочка пишет вот такой натюрмортик. Ну, хотя бы один… Не вырисовывая, да? Да. Вот на такой фигнюшке можно обучиться легкости. Не начинать с этого. Здесь мы говорим об основах. Конечно, подошла, попробовала. Не получается. Конечно, не получается. Потому что, ну… Не по… Не по… Сеньке. Похуй. Но это по Сеньке. А это по Сеньке. Сейчас мы посмотрим, как сделать то, что по Сеньке. Сеньке. Потому что, разбередив руку, расшевелив, растанцевав ее, мы потом со всякими там листиками как-нибудь разберемся. Классическая живопись, она действительно требует фундаментальных знаний и какого-то толстого опыта. Поэтому я и не рекомендую соревноваться с теми, у кого за плечами по 12 лет. Ну, мы не обидим. Я думаю, что мастихином вы делаете листик одним движением. Раз, и листик. Да. Ну, опять. Тогда идет урок. Тогда идет урок. Конечно, мы. Сначала пробуем сами. Потом я прохожу, допустим, говорю, не так ты. Вот покажи, как ты делала. Вот так. Допустим. Я говорю, смотри, кроме вот этого движения мастихином существует, например, вот такое. Правда? Смотри. Да. Ну, для того, чтобы такое движение существует, нужно хотя бы увидеть. Или проявить внимание, как художник, пока он там набрасывал, набрасывал. Ага. Уже стопы на этим мастубе делала. Сделала, да? Что вот это? Разве это невозможно? Да. Надо, надо накинуть спановое пельмон. Да. И постоянно будет. Ну, это ж не листик. Это листик. А, это не листик. Это листик. Это листик. Ну, чтобы он еще был более листиком, ты возьмешь потом тоненькую листочку и ему еще дашь совершать. Ну, и все. Да. Там чуть леет, там чуть темнеет. Просто листика пока нет. Нет, если ты думаешь, что мы сейчас сможем взять и сделать голландский натюрморт за время семинар, конечно, в этом речь не стоит. Я рассказывал, я рассказывал. Я просохну, это листика, вот чтобы не было. Ну, понятно, что это листика, а не дрянь. Вот это листика. Ну, ты тоже, да. Вот это листика. Если ты к этому не привыкнешь, что это листики, быть тебе голландским каравашем. А если ты хочешь легкой современной жизни художника, надо. Ну, я хочу легкой жизни. Надо. Надо легкой. Не те времена, чтобы нагадой выходить. Я готова и поработать. Ну, как это и есть. Правда, вы видите. Немаловимое еще только со земли. Я не обыден. Значит, листики бывают. Я не обыден. И профильный. Профильный, да? Какой? Профильный. Листики, фазы. То есть, опять же, все это двигается, переставляется как угодно. То есть, вообще не должно быть. Но, опять же, это когда пойдет сейчас речь о таком. Конечно, это требует выписки. Выписки, всматривания. Часто, новичок, вот проходишь, допустим, по кругу пишущих на мастер-классе, и каждый раз остановишься с одной и той же мыслью. Вот, есть вещи, которые мы не умеем. Есть такие вещи, да. Мы технически многие вещи не умеем. Мы не знаем, сколько краски взять, как положить. А тут еще рука не слушается. Пропорции не те. Но, есть вещи, где мы просто невнимательны. Когда ты обращаешь внимание человеку. Ну, почему тело не есть? В угол забило цветок. В угол забило цветок. Там есть цветок? Нет. А у нее привычка дурная. Она еще, когда закрашивала тетрадные листочки в детстве, она там до самого угла, все до углов рисовала. Или дерево. Какое дерево? Она знает, какое дерево. Дерево это вот так. Ой-ой-ой. Вот так. Ну, какое же это дерево? Это скорее рогатина какая-то. А дерево это какое-то очень живое. Правда же? Вот. То есть, елочка это не вот так. Это вот так. Теперь никто не купит. Заметьте, во время дерева никто не испортил вашу дерево. Аккуратно трогаешься на дерево. Зря они пощупали вот это. Ну, пока они ничего не испортили. Ага. Вот. Поскольку пусть дальше скорбен, это действительно сложные вещи, я не призываю просто, я даже призываю на первое время вообще от таких вещей отказаться. У вас со временем, а, так я хотел сказать, что есть вещи, которые мы не умеем, но есть вещи, которые просто мы проявили не вниманием. По мере каждой следующей картины, где вы будете ставить задачу посильную, у вас появятся такие важные вещи, как внимание. Оно очень быстро может появиться. У взрослого человека, который внятно хочет рисовать, оно быстро может появиться. Ребенку трудно, там у него шило в попе, ну трудно его внимание взять, пока он сам этого не захочет. Как правило, уже к 20 годам он уже сам этого хочет, он ведет институт сознательный и так далее, и так далее. Но первые 8 лет часто в обучении живописи, в нем проходит без этого внимания, просто нечаянно усваивает что-то, похоть, играя в футбол, где-то немножко идите к знанию. А у вас все для этого есть. Вы захотели, вы сознательно настроились, и можете это внимание приобрести очень быстро. И вот Максим в данном случае, прекрасный пример, который за год обучения достиг уровня добротного художника. Какой он себе ставил вопрос, когда он начинал, он говорит, слушай, ты мне сейчас это показал, но я же это видел, ну почему я это так сделал? То есть он для себя, свое внимание, очень быстро стал перестраивать свою способность ко вниманию. Почему я проявил мне внимание? Это я уже сейчас формулирую, это как слово внимание, а он тогда, ну это же вещи очевидные. Живопись это сплошные очевидные вещи. Сказать, что я не умею, это значит сказать, что я не вижу. Есть немножко технических приемов, есть усвоенность рукой технических приемов. Но сказать, что я не умею, в принципе, это слишком самонадеянно, потому что Бог в нас заложил элементарно зрение, разум, интеллект и прочие вещи. Поэтому сказать, что я не умею, это не честно. Я просто не привык расследовать, всматриваться в тыльняк. И я говорю, что начните с задач посильных, языковой живописи, пруд-пруди посильных для вас. Поэтому берете посильные вещи, но по мере работы в этой области вы обязательно будете приобретать академического характера опыт и знания. Там даже элементарные листочки, которые вы описали, то есть вот они прозрачные. Я подхожу, мазюкаю пальцем, то есть я не знаю, где остановиться, где надавить, а где спустить. Это техника. Да, да, да. И очень хорошо это брать прямо из рук в руки у мастера. Потому что всякие пособия, которые там существуют, очень тяжелая вещь. Еще очень тяжелая вещь это студии, где перед вами стоят задачи, как перед детьми нарисовать драпировочку, нарисовать куб, пшинчик, яблочко. Там, как правило, схема образования и медведя научить рисовать. И как бы вообще не учитывает ни наличие времени у человека, а у взрослому человеку. Там некогда просто, тупо некогда заниматься. И он разочаровывается, что он даже элементарные не может. На наших руках у нас задача показать, что мы можем сделать картину, то есть у нас есть, конечно, пробелы, они сразу выявятся. Но мы можем сделать картину. Мы учим ход для изготовления картины. Пассивный для нас. А уже эти все опыты, навыки и прочее, прочее, по мере, по мере, по мере. Но я вам скажу, что вот те, которые прошли по 50 уроков, ну это просто чудеса у твоих. Очень многие отваливаются через 50 урок, потому что больше не нужно. Ну так иногда придут. А некоторые не могут, потому что им нужен движ, тусовка. Я начал, теперь, поскольку я исчерпал перечень тех академических задач, которые дальше пошли технические. И я хотел показать, как, например, вытворяется вот такое. И на таком можно очень хорошо тренироваться. И такое у вас будут с удовольствием брать друзья, и на продажку можно такое делать, и для себя. Очень веселая живопись. У меня было так, урок. Девочка закончила картину, а время осталось. Она говорит, так, домой идти, домой не хочу. А там еще время, допустим, часик остался. Она говорит, да я сделаю вот такое. Потому что она уже видела, как другие делали. И вот клякает, за полчаса это чепухнет. И еще у нее картинка. Так. Вот мы это такое сделаем прямо здесь. Привыкнуть надо к тому, что это рабочая плоскость. Прям привыкнуть. Вандализм. Да, да, да. Вандализм. Да, да, да. Вандализм. Вот допустим. Мы часто... Ой, ну как эту свою картину затратить? А чем красиво сейчас получилось? Между прочим, на каком-то этапе могло бы быть так. Это как это... Контемпорен. А вот это, подписать сахаром. Да. Взять другой кофе. Очень красиво, кстати. Мы иногда сталкиваемся, вот взялись за какую-то задачу и чувствуем, что чтобы ее дописать... Вот кажется, когда набираем только, это же действительно кажется, ой, сейчас я ее через полчаса еще закончу. А потом видим, что о-о-о, еще писанины. Как только начали что-то одно выписывать, поняли, это на долг. Но это же не повод, потому что прямо ее и писать, и писать. Если, допустим, ты понял, ошибочка вышла, то, конечно, можно взять тут же и перестроить. Другое дело, если уже работа засохла, и ее вот так просто не перестроишь. Лучше, опять же, было. А если идет рабочий процесс, то бояться перестраивать тут же на ходу картину не надо ни в коем случае. То есть тут же взяли и перестроили. Это опыт перестройки. Они уже никто не знает, как художник приходит к тем или иным вещам. просто не знает. Потому что надо заглянуть. Художники, как правило, показывают уже удачные вещи. Особенно, если речь идет о видео, то вы же, конечно, не видите его каторги, вы видите только удачу. А вам как раз предстоит то, что он не показывает. Ну, если там два сантиметра живописи, значит, мучился он долго. А пока не увидишь этот рабочий процесс, что могут быть ошибки, могут быть тупики. Страшно, мне кажется, что я что-то не так делаю. Нормально. Перестраиваем. И глазом, и нагнем. Тоже ведь красиво. Да, очень. Вот кто скажет. Даже в момент перестройки, фигуре вот там уходит куда-то. Например, вместо вот этого теперь появится фигурка. Лежь. Сторожный. Сторожный. Зарушить. Там, вот, вот, вот. Да, нет. Ээээ, да. Ээээ. Да, нет. Но тоже видение на скопочке. Иду, что, что-то, может быть. Заходить. Будьте. Тоже, обратите внимание, плоскость обозначена. То есть в школе мы учились. Ха-ха-ха. 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 Всегда, когда есть возможность в вашей картине сделать жест поступок, пользуйтесь случаем. Либо это плоскость, на которой будет стоять что-либо, либо еще что-то. Если есть возможность совершить поступок, покажите свой жест. Во-первых, коллеги по цеху построятся. Во-вторых, люди сейчас, именно эти вещи им нравятся. Это вот та самая недосказанность, та самая легкость, бодяжность. Позитивно. И вот когда нам с вами нужно потренировать делать листики, можно просто закрасить, уныло закрасить фоновым пятном холст, и педантичнее, чтобы туда-то рисовать эти робенько-робенько. Можно тут же изготавливать вещи. Пробовать рукой мотать и так, и сядьте, и брякать. Но танцеваться должен. Это как когда тебя никто не видит, ты можешь петь, ты можешь танцевать. Тебя никто здесь не видит. В такой каше никто не видит. Поэтому валяй бурака, вдовы. И такие листочки, и всякие. Наверное, самая большая проблема – это разрешить себе. А мы ж не знаем, а можно это себе разрешать? Ну, не должны этим чисто дышать и все. Вот, мы ж не знаем, хорошо, вот сказали. Пиши, как дышится. Как? Как? Вот так. Швырни краски и начни ее. Диагонали. Про диагонали. А? Он уже не думает. А диагонали они немножко автоматически думают. И вы видите, что к диагонали кто-то туда устремился. Просто это не значит, что это преобязательство. Что-то может быть и не преобязательство. Достаточно, чтобы узнавались вообще школьные вещи. Школьные проявления. Что да-да-да, видно, что человек кое-что живет сюда. То есть не ярмарочная живопись, а просто перечисленные предметы. Ну, как дети рисуют. Лист бумаги, здесь солнышко его научили рисовать. Все предметы расставлены так, что ни один предмет не заслоняет другой. Это так рисуют дети. Ну, это и проявление. Такая иконография. А взрослая живопись, это уже живопись не иконографичная. То есть она видит пространство, она заслоняет предметы. И чем больше предметов заслоняет друг другу, тем больше пространство и появляется. Но, опять же, детская живопись – это расставленность предметов. Поэтому, скорее всего, от детства у вас тоже будут эти вот гришки. Елочка, как я показал, какая-то. И так далее. Солнышко где-нибудь с припёхом сбоку. На стадошке где-нибудь. Или подразумевалось только закатом. Ну, смотрите, красиво уже. Ничего не было, это красиво. Главное – вовремя остановиться. Это самая сложная эксплуатация. Вот это вот тренировочки вот такого характера. Кстати, даже сейчас вот такие потёки очень модные. Прямо модные. Иногда оно даже уже написано. Подбросим – оно потекло. Модно. Какие-то цветочки. Даже просто раздавая вот эти звуки на картине, мы уже учимся что-то моделировать. Легко общаться с мастерином. Может быть и пальцем где-то там. Может быть и пальцем где-то там. Человек так теряется, как смешивает краску. Вот прямо. Вот Полина. Не там, вот здесь прямо. Где-то какие-нибудь запятые не сработает. Тут я помакал, помакал, а здесь, допустим, запятые не сработал. Намёк на какой-то нарцисс. Или вот а-ля ромашка. Ромашка. Видишь, сколько версий. Рисую чего хочет. Человек, давайте себе выберем ледочек, который захочет из предложенного. Розные бенфины там. Иногда вот прямо такой густяриной краски можно дать. Она возбуждает очень густота краски. Почему вот эти вот абстракции, сделанные густой краской, часто стоят безумных дин. Ну, стоят все-таки от краски. А с шика пользование краски тоже возбуждается. Да, уже телепиво на банке. А вот, короче. Вот даже так. Вот не рисовать вот прямо этот силуэт. Да, такой же там силуэт. Ну, то так. Может быть, чего я бы не рисовать, а блик поднаю. То есть, по форме, да? Штришок произошел. То есть, жестик по форме. Человек сам задумает. Конечно, задумает. Окey. Много, как именно. Много. - уже здесь мы так не заморачиваемся если там заморочились на эту школьную программу здесь чуть посвободнее, чуть повеселее где-то и обрышком на стихе вы видите, центр только освещен, то есть периферия поспокойнее ну не знаю, собственно и все можно еще на стол кинуть цветочки а, точно-точно, на стол кинуть цветочки или бестоники, или цветочки под сыном здесь не надо след залазать ну не обязательно, в таких случаях уже не обязательно хотя можно мы ее в другое место не ставим снизу, 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 снизу вот понятно, что полное бетно можно быть по почище в цвете, поскольку там уже кашет ну и такая глубина цвета тоже вполне устраивает то есть это крестца волшебная такая а-ля под старинный материал вот вот в этом случае я как раз хотел бы чтобы вы действительно подошли особенно вы и все-таки пощупали я не 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 вот я специально от академической перешел к этому для того чтобы вы увидели что вам стоит делать то есть сначала разыграться сделайте десяток купите холстов десять холстов будут вам стоить сейчас скажу смотри в среднем по двадцать долларов уйдет нет больше хорошо по тридцать долларов уйдет на создание картинок вот выделите триста долларов сделайте десять таких игрушечек и вы уже почувствуете что вы художник смешно может быть какие-то картинки подберите мотивом будет вот этот натюрмон вот этот букет вы нашли в интернете какие-нибудь фото или с чужих картин там посмотрели взяли себе материалы разложили при собой десять холстов два дня дурачитесь уверяю вас после этого ипуса триста долларов можно потратить на башмаки через десять картин вы иначе будете на улице выходить у вас за плечами десять картин это это два дня это два дня это это два дня это 23 мы сравнили вообще вы должны поступить по этой степени молодого когда вы будете это писать не пишите так как будто вы умеете с этим параличем не подходите а подходите с тем что вот вы видели вот как будто вы рассказываете там своей сестре дочке кому угодно я была на мастер-классе знаете что он советует посмотри что он советует сама под расскажи девочки которые говорят да как мне побыстрее вырасти давай уроки разница между тобой прошедшие 30 уроков и человеком который придет уже невероятная космическая он из небытия в бытие а ты из бытия космос да поэтому подойдите к холсту так как будто вы кому-то рассказываете как будто вы рассказываете то что вы послушали да там будет легче не цепенеть следующий семинар что вместо цветов нет вместо цветов вот просто вот следующий семинар не цветы а что мы их на ходу придумываем а можно фрукты нет а вот абстракция она имеет какие-то но у нас среди тем есть женщина вот гипотетически женщина из живописи вот я как бы немножко все время эту тему оговариваю а поскольку да а поскольку у нас вся аудитория женская то вот мужчина в живописи то есть нет философские ваши философские ваши